И возьмем последнюю сессию, это шестая сессия, которую мы учим. Это стратегическое управление. То есть, Бог дает человеку конкретное желание. Бог дает руководителю виденье, и человек не может расслабиться. У него в голове все только вот та идея, вот это виденье, и вот это, и вот это. Если человек не научится, если руководитель не научится, вот это виденье расписывать, реализовать на практике, то в конце концов он умрет, и виденье, бай-бай. Он всю жизнь мечтал, и виденье, проект, дело, бай-бай. Поэтому стратегическое управление конкретно говорит, где я стою, где я должен быть через 5 лет, через 10 лет, например, куда я верю, что этот проект меня ведет. И мы так говорим, окей, мы хотим там быть, значит, мы начинаем оттуда вам мыслить, как двигаться на сегодняшнее время. И это мы четко и ясно обговариваем и практикуем, когда мы работаем на эту тему. Там надо много времени, и поэтому мы тогда, когда писали, сразу на 10 дней. 10 полных дней работали, чтобы лидеры знали, куда двигаться. Если Бог им что-то дал, как этого реализовать. Окей, короче, из всех этих сессий, из всего, что мы там готовились и преподавали в многих странах, мы здесь, в Израиле, будем проводить, скажем, фрагменты. Маленький фрагмент той темы, маленький фрагмент этой темы. Это важные фрагменты, и я думаю, каждый может для себя или для своего служения, для работы, для бизнеса и так дальше, что-то взять, что ему поможет. Сегодняшняя тема, которую мы начинаем, она не только деловая тема, а она очень личная. И поэтому эта тема нам поможет себя понимать, нам поможет наших детей, наших внуков понимать, нам поможет наших сотрудников понимать. Эта тема откроет нам чуть-чуть глаза и откроет нам глаза на наших, которые, близких, которые нас окружают. Хотелось бы, действительно, чтобы многие услышали эту тему и многие задумались над тем, где они сегодня реально стоят и куда нам двигаться. Хочу я с вами, если есть маленький столик, что-нибудь сюда такое, или вот-вот-вот, для музыкантов вот это. Вот так, отлично, спасибо. Да, вот так, отлично. Теперь, если у вас ручки есть, пожалуйста, используйте теперь левую сторону. Я надеюсь, Ольга вам дала там чуть-чуть места, чтобы писать. Нет, Ольга не дала вам места. Хорошо. Когда мы говорим про руководителя, про личность, очень важно помнить. Очень важно помнить следующее. Руководство – это влияние. То есть, пожалуйста, помните, для вас и для руководителя, с кем вы в контакте будете, руководство – это влияние. И мы должны понимать, что вот это влияние, что вот это влияние, она делится на категории. Например, руководитель влияет словами. Слова. То есть, когда руководитель говорит, мы должны это вот так делать, и вы должны это так делать, и мы хотим туда идти, и делаем это вот так. Короче, словами, речью руководитель влияет на своих последователей, на общество он влияет. И вот это влияние выходит, в конце концов, на 10%. То есть, 10% – это как-никак, это чуть-чуть. То есть, красиво пальцем там махать и объяснять словами – это влияет на наших сотрудников 10%. Хорошо. Теперь следующее. Для того, чтобы чуть больше влияния было, идут дела, поступки. Да? Я напишу «дела». Окей. Следующее. «Дела» запишите на 30%. Мы должны помнить, что словами «я влияю на моих сотрудников» или «переносить можно как отец», «влияю на моих детей», словами – это 10%. Говори, 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 10%. Потом идут «дела», то, что я делаю, так как я себя веду, мои поступки, они влияют где-то на 30%. Остается следующее. И это самое важное. Самое важное – это сущность. Сущность выходит тогда на 60%. Когда мы говорим на сущность, то это самая бомба. Когда мы говорим на сущность, то мы должны знать, сущность человека – это что? Вот возьмем, скажем, сущность Иисуса Христа – это что? Что мы можем, какие качества характера можем записать? Его сущность. Послушание. Окей. Иисус Христос, Его сущность была по отношению к Отцу 100% послушание. Поэтому мы можем в этом контексте сказать – Иисус Христос, Его сущность – послушание. Он не может быть непослушным. Почему? Потому что Его сущность – послушание. Давайте возьмем другое. Иисус Христос – это любовь. Так? То есть Иисус Христос, Он не может иначе, чем. Почему? Потому что Его сущность – любовь. И поэтому везде, где Иисус, там и что проявляется? Любовь. Иисус Христос, скажем, это щедрость. Он был щедрый, скажем так. И везде, где Иисус Христос ходил, и везде, где Он был, везде, что проявлялось? Щедрость и милосердие. Вот это милосердие. Вот это щедрость. Почему? Он не мог по-другому. Это Он. Это в Нем заложено. И вот это везде, везде, везде просвечивалось. И Его поведение доминировало именно через эту присму. Присму милосердия, присму любви, присму послушания и так дальше. Если мы теперь смотрим на нас, влияние от нас, руководителя, происходит и наша сущность. То есть, если моя сущность – это глубокие убежденности, моя сущность – туда входят мои ценности. Окей. Моя сущность, если она жадная, то я могу, как руководитель, говорить, что хочу. В разных моментах будет что просвечивать, просвечивать и просвечивать что? Жадность. И в конце концов, мои сотрудники, мои, скажем, начальники другие, они будут, что видеть во мне постоянно жадного человека? Рассказывай одно, но мы видим, мы чувствуем. Есть щедрые руководители, и вот эти щедрые руководители, они передают это. Есть руководители, которые заботятся о своих сотрудниках, они действительно спрашивают, как дела, если надо, отпускают домой, если надо, там помогают чуть больше, там или финансами, или делом, или временем, или там ресурсами какие-нибудь. И они заботятся, и сотрудники смотрят, и видят, мой шеф, или мой руководитель, он такой, такой, такой. И вот это дает отпечаток, в конце концов, нашим последователям. И наши люди станут не такие, как я говорю, а наши люди, наши последователи, даже наши дети в каком-то плане, станут такие, как я есть. И то, что заложено. И поэтому нам нужно серьезно задумываться, если мы говорим на тему развития личности, особенно мы говорим про руководителей, не каждый человек руководитель. Первого ранга, скажем так. Поэтому каждый человек должен знать, сущность, это важная штука, ее надо исследовать, ее надо анализировать и понимать, что во мне заложено и что я передаю. Я, может, еще заброшу одну следующую фразу. Я лично глубоко убежден, что успех руководства зависит приблизительно на 80% от человека. И только на 20% от его методики. То есть, как он руководит, как он это делает, какие решения он принимает, какие шаги и так дальше. Поэтому 80%, я глубоко убежден, зависит от личности руководителя. И когда личность руководителя зрелая, свободная, которая готова и послушать, и готова сказать, окей, я услышал, но я верю, что этот шаг правильный. Короче, вот этот руководитель, который понимает все вокруг и все равно остается себе или в контексте видения верный, принимает решение, идет вперед. Идет следующий шаг, следующий шаг. Который с Богом в близком контакте и оттуда получает духовную силу, уверенность, смирение, мир на проекты и потом идет дальше. То есть, вот этот лидер, по всей вероятности, будет успешный. Почему? Потому что в нем есть или он дисциплинировал себя в рамках, что он может быть в этом мире сегодня успешным. Об этом мы будем углубляться и попозже говорить. Почему я убежден, что это приблизительно так? Потому что, если мы возьмем Писание, Библию, Библия говорит про старейшин. Окей? Там присвятера написанные, там пастора написанные. Мы в Германии часто используем одно слово старейшины. Старейшины церквей. Окей? Теперь старейшины, все равно там присвятера, епископа или пастора, возьмем старейшины. И написано как минимум 23, смотря какие переводы, могут еще 24, 25 и дальше идти, да? 23, как минимум, характерных, скажем, черты или вот содержаний, как вот этот старейшин должен быть. И я когда задумался, почему так написано, потому что это самое важное. Если кто-то ведет, то в конце концов, что в нем заложено, будет и видать во всей церкви, во всей миссии, или в лагерях, или там в реабилитационных центрах и так дальше. Эти ценности он будет туда внедрять. И поэтому Библия очень четко говорит, если кто-то желает епископства, это хорошо, но... И потом идет перечень. И я думаю, мы должны намного, намного точнее анализировать наших духовных лидеров. Чтобы то описание, которое в Библии есть, чтобы действительно максимально подходило к этим людям. Потому что они, вот эти люди, определяют наше будущее. Они определяют нашу судьбу. Поэтому очень важно, чтобы это было максимально приближено к Писанию. И когда они действительно от Бога берут силу, питаются этим, и когда отпечаток Бога в них все больше и больше, характеры, все вот так подстраивается, это обшлифовывается в характер Христа, то в конце концов, эти люди, они будут вести, и мы, и наши дети, и наши внуки смогут за ними идти и будут получать хорошее. Будут получать не винегрет, салат какой-то, в том плане винегрет, скажем, все перепутано. Они будут получать и видеть, и сами будут питаться и расти. Поэтому очень важно, чтобы руководитель был зрелый человек. Говорим мы про руководителя. Какое поручение руководитель имеет по отношению к людям? Руководить, окей. Значит, по-другому сказать. Я разделяю управление и руководство. Если я говорю про управление, то управление это системы. То есть, у нас есть организация или у нас есть здание, и это здание должно сохраняться. Значит, нам система нужна, которая работает. Система, которая говорит, убираться, двери закрывать, сигнализация, электричество, и документы, и всякое, финансы, и всякое, всякое другое. То есть, система, управление. Теперь, кто делает это все? Это люди. И руководитель, вот это ударение мое. Руководитель это тот, который первым делом работает с людьми. Руководитель это тот, который первым делом развивает этих людей. Теперь послушайте мою точку. Если я неразвитый руководитель, и я теперь влияю на людей, то как мои люди будут становиться? Так же. Если я зрелый человек, то я буду моих последователей, как воспитывать и как влиять на них, скажем так, чтобы они стали кем? Тоже руководители. Тоже руководители по-другому. Чтобы они зрелые стали. То есть, не каждый мой сотрудник будет быть руководителем. Не каждый. Это не его дело. Но, но Бог заложил в этого человека что-то. И я как руководитель должен то, что Бог в него заложил. Скажем, бухгалтер. Я должен из него что сделать? Вытащить максимальное возможное. А здесь у меня в команде есть конкретный артист. Обезбашенный артист. У него столько идей. Значит, его жизнь вся такая сумбурная. У него дисциплины мало обычно. Он не знает, когда ночь, когда день. Он не знает, когда работали, когда нет. То есть, у этих людей, творческие люди, они вот так, идеи, эмоции. Все вот это классно. Но не хочет часто формировать то и то и то и то другое. Теперь, что я как руководитель должен делать? Я ведь никогда не должен из этого человека сделать бухгалтера. А какая моя ответственность? Если Бог дал человеку столько творчества, я должен как руководитель помогать, чтобы этот человек рос в системе, где он может реализовать, в конце концов, для славы Божьей, все вот эти таланты. Также есть люди, которые очень такие миротворцы. Они спокойные. Они любят индивидуальных бесед. Они любят тихонько с кем-то посидеть, пообщаться, поговорить. Я вижу тебя. Я молюсь от тебя. Я поддерживаю тебя. То есть, это не такие люди на сцене. Они где-то далеко там. Что должен руководитель? Он должен видеть этих людей. И он должен что? Им помогать? То, что Бог в них заложил, вот это взрасти. И поэтому я говорю, руководитель это тот человек, который видит обширную картину. Руководитель это тот человек, который видит индивидуально людей. И он их делает зрелыми. Если бухгалтер, зрелый бухгалтер. Если актер или актриса, или, 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 или там, короче, вся вот эта сторона, то сделай из него зрелого того. Если кто-то такой миротворный человек, любит там маленькие такие проекты, дела ответственности, сделай из него зрелого, ответственного человека в этом его, скажем, маленьком деле. И так дальше. И поэтому зрелый руководитель, развитый руководитель, он будет взращивать других. И я верю, что вот это призвание христианского руководителя, тот талант, который Бог вложил в других людей, и который Бог поставил в мое окружение, чтобы я это в них взращивал. Чтобы я создавал системы, чтобы я создавал атмосферу, чтобы я создавал команды, которые помогают это все взрастить. Теперь, что, когда мы говорим взрастить, это значит, он зрелый человек. Он, я осторожно скажу, автономный человек. Он не зависит от мнений других людей. Он понимает, что надо, а если надо, то я буду это делать. Значит, он зрелый, он, скажем, совершеннолетний. Он уверенный, что я могу, что я не могу. И вот этот человек, он просто может отлично служить. Теперь возьмем чуть-чуть другую категорию. Человек, руководитель, который зло употребляет своей властью. Что он делает? Он людей, что делает? Он опускает, он их подавливает. В конце концов, вот этот человек, которого он подавил, он такой согнутый, стоит перед кем? Перед руководителем. И как только он начинает свои плечи и голову поднимать и выпрямлять, он что получит? Или по башке, или куда-то получит, короче, да? И что происходит? Этот человек согнулся вот так, и у него нету силы. У него нету силы так, уйду я от тебя. Я не хочу больше перед тобой так стоять. У него нету силы, он не может уйти, он не может вперед. И он стоит такой, и не знает в чем дело, и не знает, что происходит. И он сбитый с толку, он неуверенный. У него в голове винегрет, каша какая-то. И он стоит, не может уйти, и не может нормально жить. А тот властолюбчик, который власть злоупотребляет, что он делает? Он берет и руководит, делает с этим человеком, что происходит. А тот вот так, вот так, и как только тот употребляется, тык, опять поддавил его, и все. И вот инструмент плохой совести, это любимый инструмент властолюбивого человека. Он вот так, хоп, и у того человека опять совесть. Он опять надавит, скажет что-нибудь, какой-то аргумент принесет, и тот опять поддавлен такой, плохая совесть. И вот люди работают в окружении злоупотребляющего власти, властолюбца, по-другому сказать, работают люди вокруг него, они не свободные. Люди работают вокруг него, они, с одной стороны, ненавидят, что происходит, а силы нет уйти. И вот они конкретно в зависимости от этого человека. Он им делать что хочет, мешками типа руководит. И я думаю, когда Иисус Христос сказал от Иоанна 8,36, «Я пришел, чтобы людей сделать каким? Свободным». То я думаю, это туда тоже входит. Руководители делают своих последователей, свою команду свободными. И тот потенциал, который Бог в них вложил, и те дары, которые Бог в них вложил, вот это все надо развивать. А не брать, использовать для личных целей, для личных амбиций, чтобы строить свое царство. Я видел, наблюдал, слышал, многие разные, многие разные системы. И в конце концов я одно понял. Свободный руководитель, богобоязненный руководитель, который действительно умеет и знает, что делает. Он ведет людей в свободное будущее, в их призвание. Там, где они могут свободно раскрыться, и в здравом контексте, в здравых рамках, рамки всегда нужны, в здравых рамках просто жить, радоваться, веселиться, понимая, почему это они все делают. И я верю, что вот эту ответственность Бог дал руководителям вести народ, вести сотрудников, куда? В свободу, в развитие, в будущее. Пример этому всего находится, или мы понимаем, Иисус Христос. Иисус Христос был здесь на земле, и Он четко говорил, следуй за Мной. И что Иисус делал? Он смотрел, где Отец постоянно? Где Отец? Где Божья воля? Где отцовская воля? И Он подстраивался, послушал, был послушный той воле, и всегда подстраивался к этой воле. И где Отец там? Он сюда шел и своим ученикам говорил, за мной. За мной. И я верю, что вот эта модель должна и нам сегодня показывать, чтобы руководитель был в общении с Богом, вымалевал виденье от Бога, чтобы он знал, вот это Бог от меня хочет, вот это не я придумал, вот это не мои амбиции, вот это Бог придумал для меня, Бог хотел. И я иду за Богом. И когда я уверен, я за Богом иду, я буду спокойно говорить моим сотрудникам, спокойно в нашей церкви говорить, за мной, за мной. Конечно, они должны проверять, логично, во всем мозги дал. Они должны проверять, они должны смотреть, Библия говорит, по плодам вы все видите, распознаете. И в конце концов, когда они видят, да, здесь действительно делается Божье дело, они будут подтягиваться, и больше подтягиваться, и за ними метель. И мы, как руководитель, сможем их взращивать, поднимать потенциал, который в них заложен. И поэтому Бог мне на сердце положил, именно учить руководителей, развивать руководителей, и помогать им раскрывать дары и потенциалы в их сотрудниках, в их команде. Потому что у каждого руководителя есть команда. У одного большая, у другого поменьше, но у каждого она есть. Хорошо, есть у вас пока вопросы, прежде чем мы начнем в тему въезжать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова